Всем привет, меня зовут Кирилл, и в этом видео мы будем давать советы. Я приветствую всех из страны советов. You know what I mean? В английском языке существует очень много способов, чтобы дать совет. Цель данного видео снабдить вас инструментарием для того, чтобы вы могли человеку что-то посоветовать в речи. То есть основной акцент я буду делать на conversation. И помните, мне очень часто в комментариях задают вопрос после какого-то видео, а как же эта фраза, а как же эта фраза? Еще раз напоминаю, в английском языке очень много разных синонимичных фраз. Я не могу их все рассматривать в видео, и это не является моей целью. У каждого слова, фразы, выражения есть свой контекст. Поэтому прежде чем задать вопрос, подумайте, какой контекст у вас сложился в голове, и после этого мне его напишите. Потому что на такие общие вопросы я не отвечаю, потому что это невозможно. Сейчас небольшой такой обзор. Когда вам нужно дать совет, вы должны помнить, что культура англофонов – это не культура вашего родного языка. То есть то, что окей и приемлемо в вашем родном языке, в вашей родной культуре, не может быть приемлемо в другой стране. Чаще всего навязчивые советы, советы непрошенные, unsolicited advice, если по-английски, они никому не нужны, особенно в этой стране. Но возникают ситуации, когда мы разговариваем с друзьями, с хорошими знакомыми, с сотрудниками по работе, и нужно дать совет. Иногда есть ситуации, когда мы из добрых побуждений пытаемся человеку что-то сказать. Как это сделать так, чтобы человек не кинул вас тапком, либо чтобы он на вас не обиделся. Смотрите, если вам нужно дать как можно ненавязчивее, нейтральнее совет, вам нужно прибегнуть к помощи вопроса. То есть помните, самый вежливый, неважно, это может быть совет, это может быть рекомендация, может быть что угодно, неважно. Это когда мы прибегаем к помощи вопроса, потому что когда мы задаем вопрос, это получается вообще не прямо, это как-то вот через закоулки. Если вы хотите дать просто вежливый совет, то есть вам не надо, например, самый пик вверх вежливости, это вот когда мы задаем вопрос. Я вам сегодня в видео покажу, как это делать. Мы будем использовать глаголы думать, рассматривать какую-то точку зрения и глагол пытаться. То есть это будет три глагола try, think и consider, и да, именно с глаголами try, think и consider, используя вопрос, вы можете дать человеку очень вежливый совет. Дальше мы спускаемся, у нас такой будет с вами хит-парад. Вообще, вы заметили, я люблю всякого рода хит-парады. Спускаемся дальше. Обычный вежливый совет, это когда вы ставите себя, when you put yourself in the position of your viewer or listener, brother, когда вы ставите себя на место слушателя вашего. И нам здесь понадобятся условия. То есть помните, да, вот эти фразы, if I were you, это нам выкинуть можно и прибегнуть сразу ко второй части. Опять же, об этом далее в видео. Ну и последний, последний, так сказать, пункт, это когда мы даем совет, потому что мы находимся в позиции, in a position of authority. Выражение, be in a position of authority, это значит, вы находитесь в роли босса, начальника, менеджера, то есть вы по статусу выше, чем человек, которому дается совет. Вы можете детям, с детьми так разговаривать, потому что вы выше по статусу, ну и они меньше и в глаз вам не дадут, хотя сейчас такие дети. Либо ситуация, контекст, вот в котором вы будете находиться, это предусматривает. Вы можете вместо совета дать такое, как бы, я не знаю, как это перевести правильно по-русски, чтобы прям вот дошло, сейчас не приходит мне слово, suggestion. То есть это предполагать, вообще suggest предполагать, то есть не самому, а кому-то дать. Suggestion с помощью слова suggest. У меня есть отдельная тема, отдельное видео, вернее, видео на эту тему, потому что suggest, помните, это какой-то вообще странный глагол, recommend, suggest. У них там свои какие-то правила, то есть там I suggest to, вы помните от меня, что там, это князя говорит, так не говорят. I suggest, там, could you suggest me, вот это вот, да, порекомендуйте меня вместо порекомендуйте мне. Ну, короче говоря, это можете поискать по-русски, как использовать эти глаголы. Ну, я потом ссылку поставлю. Итак, пользуясь случаем, я хочу сказать спасибо всем, кто поддерживает мой канал здесь, на YouTube. Thank you so very much. Спасибо тем, кто подписывается на платную подписку на моем Instagram-канале handle kurels underscore English. Ну, и также есть Telegram. kurels underscore English. Для Instagram и Telegram handle один и тот же. А, и, кстати, в заголовке видео написано I advise you. Давайте я сразу оговорюсь. I advise you, it's a formal professional advice. Еще раз. Formal professional advice. I think that eliminates a lot of questions. Right? Представьте ситуацию, что у человека, например, перхоть. Вот вы сидите, разговариваете, и он говорит, у меня опять эта перхоть, или вы заметили, что-то у тебя с башки сыпется постоянно, что такое вообще, что происходит. Контролируйте ситуацию. И человек вам начинает говорить, что вот я не знаю, что происходит, может быть там перхоть, прыщи, в общем, представьте, да, ну, насущие проблемы. У меня в свое время было очень много перхоти, и сейчас, слава богу, эта проблема решена. Выслушав такого человека, вы можете ему сказать следующее. Смотрите, так как вы разговариваете с человеком, should допускается использовать. Почему я сказал I think? Не думайте, что I think здесь, это как я думаю, я полагаю, выражение точки зрения. No. I think здесь служит softener. Он смягчает высказывание should. Если вы видели другие видео от меня, где я говорил уже про should, очень часто I think служит таким смягчителем не только к should, а совершенно ко всему. Если вы смотрите фильмы, сериалы и так далее, разговариваете с англофонами, попробуйте это заметить. Постоянно I think, I think, когда у вас что-то спрашивают, и это не потому, что человек говорит, я полагаю, no. Это потому, что человек хочет ненавязчиво как-то ответить и подойти к какому-то вопросу. I think you should. В этой же ситуации спокойно можно сказать you should, потому что вы с знакомым вам человеком, то есть это не будет расценивано как наглость и нарушение личностных границ. Второй вариант. Как можно еще это сделать? Вы можете прибегнуть к помощи модального глагола might. И это будет звучать следующим образом. You might want to try one of those over-the-counter shampoos. And if they don't do anything, I would book an appointment with a dermatologist. То есть у нас здесь две части. Такое длинное предложение. Я его специально сделал. Смотрите, первая часть. You might wanna. И вот это you might wanna. Это то же самое, что you should. Попробуй-ка, товарищ, вот это. You might. Или, может быть, попробуешь вот это. Не говоря. Вот это might может быть. Вы знаете, поэтому в голове придумайте себе перевод, который подойдет только вам. Я вас, если вы заметили, я не напрягаю людей переводами, потому что в моей голове русский один, в вашей голове русский другой. Другой. You might wanna try one of those over-the-counter. Over-the-counter или сокращенно OTC. Это тот препарат или косметика, чаще всего то, что можно купить свободно, без рецепта. Это безрецептурный препарат. Как вы знаете, есть сильные средства, которые только по рецепту. В каждой стране свои какие-то законы. Anyways, you might wanna try one of those OTC or over-the-counter shampoos. Попробуй, может быть, один из каких-то шампуней. И вторая часть, это как раз новый вариант, это когда вы говорите I would book an appointment with a dermatologist. I would, это сокращенно, if I were you, I would. Вежливый совет, я бы записался на прием к дерматологу. Book an appointment, это записаться на прием. With a derma. Напоминаю, что дерма мы пишем, говорим er, звук dermatologist. Также мы можем с вами, помните, я говорил про вопросы, можете сделать вопросом, если хотите. То есть, это очень вежливо, но это не значит, что с друзьями использовать это не нужно, никто не использует. Напротив, все вежливые фразы, которые вы знаете, вы можете использовать с друзьями, с хорошими знакомыми, с членами семьи. Absolutely. То есть, у вас здесь freedom, как говорится, сплошная. Например, если у человека прыщи, он вам жалуется, или просто как бы не вначале говорит, вы можете сказать, why don't you try salicylic acid or benzoyl peroxide? Why don't you try salicylic acid or benzoyl peroxide? Why don't you try? Это то же самое, если вы сказали, а попробуй-ка. А что, если тебе попробовать салициловую кислоту или пероксид бензоила? Если вы знаете, Clarosyl, например, в Америке есть, or Proactive, сейчас разные средства, или просто можно купить benzoyl peroxide. Active ingredient, действующее вещество, которое там делает свою работу. Ну, salicylic acid, я думаю, вы без перевода знаете, что это салициловая кислота. Окей. И в коем случае ничего не агитирую, это просто пример, не нужно использовать это, как совет к действию. У каждого там свое кино. Продолжаем тему очень вежливого совета. Как еще можно вопросом дать совет? Допустим, человек жалуется, что у него панические атаки, у него проблемы, много стресса в жизни и так далее. Вы можете вежливо, может быть, это даже, например, просто ваш какой-нибудь кауорг, которого вы недавно встретили, вы с ним еще не очень хорошо знакомы, вы можете сказать следующее. Have you thought about talking to a therapist about your stress? А вы не думали о том, чтобы обратиться к человеку специально, специалисту, чтобы обсудить проблемы вашего стресса. Therapist это человек, которому вы платите очень много денег, садитесь на диванчик, он вам задает вопросы и пытается вам тем самым помочь. Может быть, психологом можно его обозвать. В общем, терапевтом его не называют, потому что в русском языке я знаю терапевта совершенно другой. Therapist такие люди называют. Therapist и сама процедура, когда вы ходите к такому человеку, он помогает вам расставить все как есть, все страхи из детства, он помогает все это рассортировать. Такая процедура называется therapy. Go into therapy. If you say I went into therapy, it means that or I did therapy, it means that you hired this person and you went through this procedure. Второй глагол, который можно использовать в этом же времени, это глагол consider. Have you considered attending the upcoming conference? It's a great networking opportunity. Если вы живете в США, вы знаете, что everything is about networking here. Если вы хотите устроиться куда-то на работу, где-то, что-то, networking is the key. So, придумайте сами контекст, где это может быть. Может быть, вы два coworkers или colleagues даже, может быть, даже не coworkers, а всего лишь colleagues. И вы разговариваете, и вот решили дать человеку совету, может быть, он говорит, чуть-чуть не вообще не могу найти ничего никуда, ничего нету, трудно. И вы, собственно, так и говорите, что Have you considered? А вы думали о том, чтобы... То есть Think about it and consider это синонимы. Это там тоже. Только разными словами. То есть, смотрите, у вас есть три разных вида вопроса, которые чаще всего, я не говорю, что это все. Спасибо, Господи. Нет. Why don't you Have you thought about it and have you considered? Это вот три, я думаю, легко запомнить. Вы пишите на бумажку, на стикер, наклейте на лоб и ходите, пока не выучите. Что еще можно? Можно еще использовать глагол try. Например, возвращаясь к проблеме дерматолога, с кожей, вы можете спросить, человеку посоветовать так. Have you tried talking to a dermatologist? То же самое. Очень ненавязчиво, вежливо. Я тебе советую обратиться к дерматологу, только мы это делаем через вот такие пути окольные. И напоследок дам вам такую фразу, которую вы тоже можете использовать для того, чтобы дать очень вежливый совет. I don't think if it's a good idea, but I would... И дальше продолжаете. Что угодно это может быть. Например, I don't think if it's a good idea, but I would talk to a dermatologist. Не знаю, это может быть глупая идея, но я бы поговорил с дерматологом. То есть, помните, I would, откуда, это половина фразы if I were you, бла-бла-бла-бла. If I were you, никто никогда не скажет, в быстрой особенно речи, потому что это очень долго. Помните, your language should be elegant. Что значит elegant или elegance в языке? Elegance в лингвистике, в языке, в педагогике, означает меньше слов, больше смысла, чем, если у вас есть возможность сказать какое-то предложение короче, 100% англофон выберет именно это. И помните, что когда вы думаете, какую грамматику выбрать, какое слово выбрать, какую лучше фразу выбрать, это называется прагматизм. Это наука-прагматика, она изучает именно в разговоре выбор той или иной фразы. Почему, например, Миша в разговоре с Таней выбрал именно эту фразу, а не эту фразу, хотя они очень похожи. Все зависит от того, как Миша себя чувствовал, все зависит от того, были месячные у Тани, или нет, все зависит от того, на какой ноге они хотят вместе поговорить, от ретроградного Меркурия, от какая фаза Луны и так далее, вы понимаете. Это все зависит от социального контекста. Это на самом деле очень интересная тема, и кому интересно, можете об этом почитать, но это очень сложно, потому что там такая вариативность. и это самое трудное, чему вам предстоит научиться, если вы будете жить в англоговорящей стране, и вы хотите влиться в общество, в социум, как говорится, не ударить лицом в грязь и не послать случайно человека по незнанию. Я желаю всем отличных выходных. Можно посмотреть avian заставу readings первые. Вы можете экспериментов на картинку. И по-у cinти, я считаю, что вам нужно даit switch. И у вас нужно помог . Иopic combinations и м gyям. Why don't you give this experiment a go at home?